Девушки отдыхают 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 Вот это прям мое вообще. Или столовую крышевать за еду. Жена в целом спокойно восприняла переезд. Правда, после курса антидепрессантов. Ну нет, естественно, я не мог переехать прям вот так с голой жопой в Питер. Естественно, у меня, как у нормального предпринимателя, после 10 лет бизнеса остались долги. А нет, нет, нет. У меня, как у нормального предпринимателя, остались какие-то накопления, дивиденды, так или иначе. И поэтому я сейчас в целом могу заниматься спокойно любимым делом, заниматься комедией и ни в чем себе особо не отказывать. Единственное, смущает срок в полтора месяца, но, по крайней мере, ни в чем себе отказывать не буду. И самое интересное, самое интересное, что я продал свой бизнес в феврале, ровно в начало вот всех этих событий. И мне начали говорить, ты что-то знал. А я нихуя не знал. Я такой себе астролог. Павел Глобус. Я больше с виду Павел Глобус. Ну, вот что-то как-то так. Но все равно, продать бизнес – это одно. Потому что до сих пор звонят. До сих пор звонят, спрашивают помощь. А я говорю, да я продал бизнес. И они такие, что прямо не подскажешь? Я думаю, это выглядит, знаете, как вот неработающие проститутки звонят. А у Анжелы семья, дети, ютуб-канал по йоге, тикток про отношения. Понимаете, ей некогда, она этим не занимается. Но Питер прекрасен. Питер прекрасен. Мне здесь очень нравится. Я сейчас пользуюсь всеми благами большого города. Ну, чтобы вы понимали, я сегодня доставку из самоката в трусах встретил. Прям вот так. Потому что я примерно понимаю, что если бы я в своем городе доставку встретил бы в трусах, по мне бы в газете написали. Это как минимум, понимаете. Даже сюжет бы регионального телевидения вот этого сняли, знаете, типичный, где бы там Павел опять в очередной раз встретил доставку в трусах. Это закономерность, реальность или случайность. Корреспонденты выехали на место происшествия. Но Павел нам не открыл дверь. Этому есть объяснение, потому что маленький город — это центр осуждения. Центр осуждения и зависти, потому что там всему завидуют. Я помню, как из нашего города парень попал в основной состав футбольного клуба из премьер-лиги. И об этом написали в главном городском паблике. И первым же комментарием было написано. Вот пидорас. Вот же получилось все-таки у этого уебка что-то добиться. Я захожу на страницу к этому комментатору. Это его батя. Я говорю, подожди. Что за родительская поддержка. В Питере вообще нравится. Каршеринг в Питере. Кайф. Вообще. Пользоваться чужими автомобилями. Без уголовки. Я корешу из своего города рассказал недавно. Он говорит, да ну нахуй. И что, даже не отпиздит. Я говорю, нет. В общем, да. Я решил свою жизнь поменять. И, ну, похудеть. Сейчас сел на диету. И в моменте задумался. А вот если я похудею, куда вот это вот все, вот эти накидки для самолета, вот эти мне девать? Ну, я их типа, даже если просто все вместе сложу, их же никто, сука, не унесет. Ну, сука, даже ветер, блядь, понимаете? Куда мне это все? Шить парус и уплыть нахер? Ну, типа, единственный момент. Я объективно, давайте будем честны, я не знаю ни одного жирного, который нуждается в одежде. Объективно, потому что если у человека есть деньги на еду, у него есть деньги на одежду. Он не будет ходить сытый и голый. Ну, вот, давайте начнем с этого. Потому что, ну, я не видел ни одного жирного бомша. Давайте будем адекватны. Они же... Я подумал, ну, окей, типа, похудею немножечко, одежда станет модной, будет плюс сайз, да? Потом похудею посильнее, одежда будет плюс-плюс сайз, потом сяду, займусь голоданием, одежда станет плюс-плюс-плюс сайз, потом в итоге ебнусь и уйду в брейк-данс, прям в ней, нахуй, все, типа, средний брейк танцевать. Что это тут? Ну, для того, чтобы сжигать калории, я сейчас еще стал много ходить пешком, и айфон мне присылает уведомления, сейчас очень интересно, типа, на этой неделе вы сделали в два раза больше шагов, чем на прошлой. Я думаю, так дописывай, охереть. Ну, это же... Важно, понимаете? Я недавно... Я просто эту фотографию своей матери скинул, она написала, охереть. Но я сконченно меня общаюсь, ладно, понятно. Просто это же для многих уведомлений нужно. Нет? Типа, курьер забрал заказ и везет его вам. Охереть. Мужики, массаж простаты уже завтра. Охереть. С вашей карты списалось 40 тысяч на платье. Ну, я сел на такую диету, ну, не прям такую, чтобы жесткую диету. Я просто отказался сейчас от некоторых продуктов. Ну, там, фуагра, марамурное мясо, пиздобольство. Ну, вот знаете, короче, такое. Но есть же люди, которые прям вообще на фанатичных диетах сидят. Знаете, которые прям вообще, ну, челкнулись по этим. У меня просто есть знакомая, ну, которая вот 12 лет, я ее знаю, и она все, сука, 12 лет сидит на диетах. Все 12 лет. Я думаю, ну, даже вот по 500 грамм в месяц ты должна исчезнуть уже из этого мира. Ты все такая же жирная. Может, дело не в диете, ну. Ты же по факту, ну, занимаешься самообманом. Ты обманываешь себя и заодно обманываешь своего мужа, когда ты на ужин ему подсовываешь эту низкоуглеводную диету, вот эту низкоуглеводную херню. А все почему? Потому что днем ты ебнула, три эклера, эти две булочки синабон с корицей. А страдает от этого муж. Ну, не, в Питере классно. Питер мне нравится. Питер очень классный город, но чуточку обманчивый. Вот самую малость. Я сейчас живу в новом жилом комплексе, и у нас прям заявлено, ну, двор без машин. Я сейчас с утра выглянул, но нет. С машинами. Я спустился, потрогал их каждую, типа, не голограмма, блядь, но. Кого вы наебываете? Нет, давайте будем честны. Пишите, это двор без машин, но как карта ляжет. Ну, это будет объективно правильней. Просто чем вообще в Питере? Вот здесь везде мелкий, но обманутый. Двор без машин, город без наркотиков, да? Россия без коррупции. В итоге только молоко без молока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова